Роза Аксенова А Виктор Буинцев в седьмом. Дружили с семьями, ходили друг к другу в гости. Готовили торт «Наполеон», пили чай. Счастливые довоенные годы. Те еще довоенные фотографии на диване его семьи. Мы были у них в семье после обеда. Вот мамочка такая счастливая, с папой в нем сидит. А потом началась война. Отцы кадровые военные служили в одной дивизии, ушли на фронт. Михаил Аксенов пропал без вести в 42-м году. Боевой путь Лаврентия Буинцева начался на Кавказе и завершился в Берлине. 15 лет я с родителями попал под баньмежку. А потом была учеба и работа в колхозе на Урале. В 44-м году Виктор Буинцев поступил в школу летчиков авиации военно-морского флота. Покорял небо на самолетах УТ-2 и Пе-2. Нас учили мужчин, а были в нашей школе и такие вот юнцы, как я, и были фронтовики. А учили женщины летать. В кабине впереди меня сидела женщина, она по рупору разговорному передавала команды, как управлять самолетом. Летали на высоте 400 метров. В специальной зоне отрабатывали технику пилотирования, выполняли штопоры, петли, бочки. Первый самостоятельный полет в день рождения 23 марта. Пожалуй, также отчетливо Виктор Буинцев запомнил и другую дату – 9 мая 45-го года. Мы как раз сменились из караула, кругом слышались выстрелы, это салютовали, все, значит, и радовались этой победе. Накануне 76-й годовщины Великой Победы для Виктора Лаврентьевича и его супруги глава муниципалитета Андрей Иванов приготовил подарок. Мы вам вручаем новую газовую плиту, чтобы она долго служила, была безопасной и максимально приносила вам радость, и хозяйка могла на ней готовить вкусные и замечательные блюда. Большой за заботу, и мы очень рады этому. Роза Михайловна признается, раньше готовила много, но духовка сломалась еще лет 15 назад, поэтому многие рецепты забылись. И обещает, на праздник обязательно порадует супруга чем-нибудь вкусненьким. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». И, как говорится, еще.